Сегодня воскресенье, 17 сентября, и я записываю видео о том, как выучить алфавиты иностранных языков на сайте ults.us. Это первый шаг в изучении иностранного языка, и от того, как этот шаг будет успешным, в принципе, зависит многое. То есть сделайте первый шаг хорошо, дальше пойдет кладка. Если в самом начале оступитесь, то наверняка бросите учить иностранный язык. Я однажды давным-давно решил выучить японский язык, начал, конечно, с алфавита, и не имея того инструмента, который сейчас у меня есть, Конечно же, я потерпел неудачу, я просто не смог выучить алфавит японского языка, и, конечно же, перестал учить. Сейчас я придумал и создал сайт, на котором можно учить алфавиты иностранных языков наиболее эффективным способом. Адрес сайта ults.us, и сейчас мы туда зайдем. Как обычно, в адресной строке набиваем ults.us, и Enter. И я на сайте. Заходим в алфавиты. Ждем немного. Окей, select, select, select language. Окей, выбираем select language. Начну с корейского. Как только загрузились данные, звучит первая буква. К. Если хотим ее услышать снова, просто нажимаем на space bar. Space bar, вот, space bar. К. К. Окей. И нажимаем, конечно же, на физической клавиатуре соответствующую клавишу. К. Н. Если правильно нажали, то следующая буква подсвечивается, и, соответственно, надо ее нажать. Н. Верхний регистр, то есть через шифт нажимаем. К. К. Т. Т. П. П. С. С. Ц. Ц. А. 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 Пошли гласные звуки. Я. Я. О. О. Ё. Ё. У. У. Ё. У. 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 Ю. Ю. У. 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 И. И. Э. Э. Е. Э. Э. Через шифт. Е. Е. К. Как только вы завершили один раунд, компьютер предлагает заново пройтись по буквам. Это можно делать столько раз, сколько вам захочется. Но дело в том, что порядок букв все время один и тот же, и в принципе пальчики быстро запоминают порядок движений. И поэтому я сделал так, чтобы буквы выходили случайным образом. И для этого есть чекбокс, рандомайз называется, то есть случайным образом. Вот это инструменты, которыми можно пользоваться для того, чтобы поднять эффективность выучивания языков. Рандомайз. Окей. Рандомайз. И теперь смотрите. Буква пришла не по порядку, а куда-то случайным образом. Итак, нажимаем на спейсбар. У. 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 Э. Э. Ё. Ё. Немножко тяжелее. У. Ч. Ч. Ц. 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 Ой. Ц. И. И. Е. 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 Верхний регистр. Е. С. С. Верхний регистр. Ты. 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 Ц. Ц. И так дальше. Кроме того, как рандомайз, я... Здесь имею colorless, color, бесцветный, то есть та буква, которая звучит, не будет подсвечиваться. Надо будет, опираясь только на слух, найти эту букву. Я нажимаю colorless. Как видите, она пропала. Ее нет. Итак, я снова спейсбар. Ц. 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 К. К. Ой. К. 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 О. 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 Вот это О, наверное. Нет? Вот это О. Е. 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 Окей. Вот это же верхний регистр. Верхний регистр. Окей. Е. 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 Какое это? Р. Р. Е. Р. Окей. Р. Х. Х. Т. Т. Я. 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 Э. Э. Верхний регистр. Ун. 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 Кругляшок. С. С. Н. Н. П. 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 Вот это. М. 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 А. А. Д. Ты. Ты. Б. Б. У. 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 К. 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 ok и так дальше теперь colorless я сделал теперь могу что еще сделать invisible делать то есть невидимые вообще пропадают все эти буквы на экране и теперь только опираясь на слух надо найти соответствующую клавишу и нажать на нее и так пробуем я уже конечно прошел много раз вам придется на например без этих инструментов несколько раз пройти ну я еще есть еще и эта линия которая помогает также более эффективно работать с программой и так invisible ничего не вижу но spacebar дает мне звук spacebar то есть пробел пробел нажимаю я я я знаю эту ты 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 и и вот это я путаюсь и может быть это нет это you 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 наверное вот это ты 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 мы 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 о и и и и и может это ты окей и так дальше теперь я убираю все это в принципе можно как начать вот можно ну ладно пройдусь до конца к к к у и и и и и окей за заново начался теперь как я могу ускорить этот процесс в принципе какие-то буквы запоминается очень легко очень легко запоминается букв который как бы в домике вот четыре пальца у меня лежат и под ними вот эти буквы они как-то быстро запоминается потому что очень близко также быстро запоминается я думаю вот эти звуки буквы и поэтому я беру и просто выключаем мы смотрите она обсвечивалась она уже вне игры на потом потом н н р 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 окей х х х те буквы которые запоминается легко теперь о а и тоже выключу о о это это а это и они тоже легко запоминается ну по моему вы можете другой выбор сделать теперь все равно но слишком длинный список я пока наверно выключу все через верхний регистр через верхний регистр где двойные вот это через верхний регистр и и сколько осталось мало осталось о я я выключу и ну в принципе сколько а ты выключу ты выключу ты окей осталось совсем немного букву и начинаю работать опять нажимая с пробел т т т к к т т п окей и так дальше могу я добавить звук вот могу я сюда добавить звук видите подсветилась да могу убрать убрать другой звук видите она убралась и и в конце концов я остаюсь только с теми буквами которые для меня являются проблемными проблемными для меня являются о вот эти две буквы где это о вот она и это буква проблемная это у очень ясно звучит вот это тоже ю тоже очень и звучит как ну я русскоязычный поэтому как на русском языке вот эти буквы обычно не являются такими уж проблемными вот вот примерно так оставлю и почему они проблемы не в том чтобы найти а в том чтобы услышать они очень похожи друг на друга вот это о и это о я вообще не различаю никак и эти звуки не различаю не отличают друг от друга поэтому я их оставил и попытаюсь сейчас с ними поработать отдельно в принципе когда вы приступаете к выучиванию алфавита я рекомендую сперва начать с группы каких-то букв например начальных букв быстро их выучить потом их убрать следующую группу букв и так дальше дойти до конца а потому что за раз такой длинный ряд букв в принципе ну трудно ожидать что можно выучить и так я начинаю спейс бар э э э э э э о о е е е е о е е е е е е о е î о е 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 о вот это и и и и и теперь вот эти о и это о меня смущает поэтому я остаюсь выключаю эти звуки работает только с двумя буквами и это мне помогает чтобы различать их не звуки в корейском языке очень важно выучить звучание букв потому что они звучат точно также и речи они не искажаются практически не искажаются поэтому услышать буквы очень важно в английском языке например название букв и их не звучание может быть совсем различным и так я нажимаю в спейсбар а а звонкая о о о больше на у похоже вот вот если я ее тоже включу вот три буквы теперь вот с ними буду работать у у у у ой чё это такое когда они рядом я слышу разницу конечно но когда они в речи это трудно разобрать ну в любом случае надо знать что есть такие группы букв которые звучат примерно одинаково для нашего у для нашего уха конечно для корейцев они нет и в корее то есть тех кто живут в корее для них они различаются очень сильно для нашего уха кажется что не очень и так я поработал с этими тремя буквами я могу убрать их и и последняя не убирается если хотим последний убрать то надо и вот эти включу вот 4 и уберу вот это вот четыре звука теперь опять нажимаю спейсбар и и не знаю окей через пейс где-то и это же через пейс по нет нет и и и и и и с точки зрения русского языка это один и тот же звук поэтому конечно же те кто говорят на русском трудно разбираю но у меня уши не наточены на эти звуки хотя корейцы говорят здесь большая разница окей и по моему этот нет 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 этот не с пятого раза только е е е е и этого раза и опять какой-то и и Непонятно. Непонятно. Я не пытаюсь сейчас уж наточить мои уши под эти звуки, потому что это занимает слишком долгое время, и поэтому я перейду сейчас. В принципе, понятно. Сейчас покажу, как работать, например, с японским алфавитом. Принцип работы тоже самый, но посмотрим. Ждем. А, окей, good. В японском языке огромное количество, 46 букв основных. И еще у них есть всякие прибамбасы, которые, в принципе, образуются из этих звуков. Так что, если вы выучите основные 46 звуков, то остальные освоить не составляет большого труда. Итак, я сразу говорю. Я хочу начать с 5 первых букв. Для этого я сделаю минимальный set, что это означает. Оставляю одну букву, а потом выбираю 5 букв и это выключаю. Итак, вот эти 5 букв, которые являются, я уже знаю это, гласными. Я с ними работаю. Нажимаю на spacebar. А, 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 и, у, э, о. Окей. А, и, у, э, о. Выучивается легко. А, и, у, э, о. Окей. Теперь, они расположены в одном и том же месте, рядом, соседствуют. Значит, довольно легко это самое, их выучить. Почему-то я с первого захода первые 5 букв выучил. Теперь, когда я освоил эти буквы, я просто беру, выбираю другие и выключаю вот эти звуки. Работаю с группами букв. Окей. Ка, а. О. 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 О тоже выключу. Окей. Ка. Ка. Ки. Ку. Ку. Ке. Ко. Ка. Ка. Ки. Ку. Ке. Ко. Ка. Надоело порядок слов, порядок букв. Значит, я выключаю. И, в принципе, могу... Ну, просто надо немножко поработать в таком режиме случайным образом. Ку. Ку. Ке. Ке. Ки. Ка. Ко. Ко. Ку. К. Ка. Ке. Ки. Ко. Ке. Ки. К. 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 Ка. КА, КО, КУ, КА, КЕ, КИ, КА, КУ, ККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККК Теперь убираю эти значки, вообще очищаю экран и только опираясь на звуки, нахожу соответствующую клавишу и нажимаю на нее. Итак, Invisible. Ки. Ке. Ку. Ко. Ки. Ка. Ке. 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 Ки. Окей. Теперь смотрите. Мют аудио сделали. Что это означает? Теперь это означает, что у меня нету звука. Звук? Не. Теперь я должен, опираясь только на то, что я вижу, пытаясь я произнести этот звук и найти соответствующую клавишу и нажать ее. Теперь, звука нет, я спейсбар нажимаю. О, в принципе спейсбар работает, но автоматом оно не звучит. КИ, КА, КО, КУ, КЕ, КУ, 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 К Ки. Ко. Это какой? Ки. Ка. Ку. Ке. Ки. Ко. Ку. Ка. Ке. И так дальше. Вот я показал все инструменты здесь. Я думаю, что в принципе понятно, что я здесь делаю, какие инструменты здесь находятся. В принципе я применил все трюки, которые используют грамотные преподаватели, когда они учат азбуку со студентами. Просто у них есть такие как бы флажки с этими звуками. Они их случайным образом поднимают, и студенты должны их проговаривать и опознавать. И конечно же случайным образом. Или же преподаватель стоит и проговаривает эти звуки, а студенты должны поднимать свои флажки с этими буквами. И так дальше. Все эти инструменты используются в реальных классах. Я их реализовал на своем сайте. Что еще хорошего в этом деле? Реально преподавателю трудно работать, например, со студентами, учить алфавиты. Потому что это надоедает. И преподаватель не может повторять это многократно. Но здесь программа повторит все это так кратно, как вам хочется, используя все эти инструменты. Например, mute audio уберем. Вот опять появилось. Color, color. Randomize уберем. Они по порядку будут работать. Invisible. А что такое invisible? А, invisible уберем. Они все появляются. И так же можно удлинять ряд букв, укорачивать ряд букв, что позволяет в конце концов выбирать те буквы, которые кажутся проблемными. Например, вот эта буква проблемная. Вот эта буква проблемная. Вот эта буква для меня была проблемной. Я никак не мог ее найти. Вот это. Вот четыре буквы, например. Почему они проблемные. Вот эта. Се. И еще. Все время путал где ре и где ры. Вот это. Ре, ры. Никак не мог запомнить. Ну, в принципе понятно. Ре, ры. Где это? Ре, ры. А, вот это. Ре, ры. Окей. И вот так можно работать с этими проблемными для меня. Для вас тоже будут какие-то буквы проблемными. И вы будете, ну, дольше, чем остальные буквы. Но когда их вы выделяете в отдельный сет, в отдельный набор букв, то, конечно же, работа идет более интенсивно. Просто меньшее количество букв и повторы будут чаще. Так, я нажимаю спейсбар. Се. Н, 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 н. П, х, р, 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 р. Ро. Ро, ру, 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 ру. О, вон там дальний. Ро, ру. До сих пор я... Се. Се. Н. Н. Ну, можно разбить, разрушить порядок букв, и тогда опять н, 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 ф, ре, ва, р, 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 о, ро, ва, убрать подсветку, чтобы не было подсказки, и дальше продолжить. И так дальше. В принципе, понятно, как работать с алфавитом. Ну, и, конечно же, есть здесь много алфавитов. Хотите хэбрию? Пожалуйста, хэбрию. Алиф. Алиф. Окей, алиф. Алиф, алиф. Бет. Бет. Гимель. Гимель. Далит. Далит. Хей. И так дальше. Можно арабский. Арабик. Алиф. А. Элиф. А. Ба. 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 Та. 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 О, та, та. Где это та, та? Са. 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 Джим. Джа. Джа. Окей, и так дальше. Ну, по-моему, все понятно изъяснил. И, кстати, на этом сайте есть мой ченнел. Если вы кликните сюда, попадайте на мой YouTube канал, где я выложил достаточно большое количество уже видео об этом сайте. И можете их просматривать, узнавать что-то новое. Там много нового в этом сайте, которое вы никогда не видели. Я, как бывший преподаватель, использовал почти все, конечно, трюки. Я реализовал на этом сайте. Так что, пожалуйста, заходите туда, смотрите видео, заходите на сайт ults.us и осваивайте иностранные языки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!